МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздника мало не бывает. Вслед за Рождеством и Новым Годом Нью-Йорк отмечает День Трех Королей. Расскажем, что это за торжество такое. Сверим часы по-настоящему времени из студии в Вашингтоне. Вас приветствую, я, Роман Мамонов. В ближайший час подробно о главных событиях пятницы, какими они видятся из США. Начинаем с дайджеста новостей. Сегодня отвернувшегося к нам Игорь Тихоненко. Спасибо, Роман, коротко о событиях в мире и в США. В эти минуты в зале оперативных заседаний в Белом доме проходит встреча президента Дональда Трампа и лидеров Конгресса США от обеих партий. Ее цель все та же. Прийти к компромиссу в вопросе финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Разногласия о суммах, которые демократы и республиканцы хотят выделить на этот проект, стали главным яблоком раздора в их попытке прекратить так называемый частичный шатдаун или закрытие девяти правительственных ведомств США. По информации телеканала CNN, в преддверии сегодняшней встречи стороны достигли ноль прогресса. Поэтому ожидать прорыва в переговорах не стоит. Американские СМИ также сообщают, что после встречи Трампа с представителями Конгресса президент намерен пообщаться с журналистами в розовом саду на территории Белого дома. Администрация Дональда Трампа ведет поиск места для проведения второй встречи главы США и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники. Как рассказали собеседники CNN, в течение последних нескольких недель 2018 года власти США отправили несколько групп в различные места, в том числе и в Азии, чтобы провести там разведку и понять, подходят ли они для второго саммита Трампа и Ким Чен Ына. По информации телеканала, зондирование мест началось еще до того, как Трамп объявил, что Белый дом хочет провести саммит с Ким Чен Ыном в ближайшем будущем. Американские работодатели наняли в декабре 2018 года больше сотрудников, нежели в каком-либо из девяти предыдущих месяцев. Об этом свидетельствуют данные, опубликованного в пятницу доклада Министерства труда, согласно которому чистый прирост рабочих мест в США составил 312 тысяч. Кроме того, из статистических выкладок Министерства труда следует, что работодатели повысили зарплаты своих сотрудников больше, нежели ожидалось. Между тем, другое американское госведомство Минфин опубликовало менее радужную экономическую статистику. Госдолг США на конец 2018 года составил 21,9 триллиона долларов, что на 2 триллиона больше по сравнению с концом 2017 года. Напомним, Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты, резко критиковал предыдущую администрацию и обещал освободить США от долгов в течение 8 лет. Арестованный в Москве американец Пол Уиллан скорее всего также является гражданином Великобритании и Канады. Это следует из запросов этих государств на консульское посещение их представителями задержанного. В пятницу представитель МИД России Мария Захарова подтвердила Интерфаксу, что с соответствующим запросом обратилась британская сторона. Кроме того, накануне в МИД Канады заявили, что гражданин этой страны был задержан в России. Имени арестованного, однако, в ведомстве не назвали. Напомним, Пол Уиллан родился в Канаде в семье британцев. Он приехал в Москву на свадьбу к другу, однако вскоре после прибытия был задержан. Как сообщают российские СМИ, ему предъявлено обвинение в шпионаже. Неизвестные хакеры опубликовали личные данные и переписку сотен немецких политиков, включая канцлера Ангелу Меркель и президента страны Франка Вальтера Штайнмайера. Утечки особо важной конфиденциальной информации, связанной с Меркель, пока не обнаружено. Однако правительство Германии созвало в пятницу экстренное совещание. Расследованием инцидента занимаются Федеральное бюро безопасности и инфотехнологий, а также разведка, контрразведка и полиция Германии. Власти пока отказываются обвинять кого-либо в хакерской атаке, однако немецкая пресса напоминает, что прошлогодние взломы компьютерных сетей Бундестага были осуществлены хакерской группировкой СНЕЙК, предположительно связанной с российскими спецслужбами. И в заключение о крупном коррупционном скандале. 14 миллиардов рублей. Именно в такую сумму российские прокуроры оценили ущерб, нанесенный бюджету Московской области в результате противоправных действий бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и рядом его сообщников. По данным следствия, экстрадированные недавно из Франции, Кузнецов и его подельники путем нескольких коррупционных схем приобрели права на чужое имущество, а также разработали каналы легализации полученных денежных средств. Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах. Экс-министр был арестован 5 июля 2013 года сотрудниками французской полиции в окрестностях Сент-Ропе на Лазурном берегу. После многолетнего процесса экстрадиции Кузнецова наконец передали российским властям. Ну что ж, вот такой вот тернистый и сложный путь российских коррупционеров с камью подсудимых. Роман, у меня на этом пока все. Да ну ладно с ним. Как отдохнул-то? Отдохнул прекрасно. Египетские пирамиды, ныряние в Красном море, Австрия. Да, лыжи. Ты понимаешь, да, как мы, вся команда, которая работала здесь, все праздники, это воспринимаем. Не завидуй, ты скоро сам поедешь, знаю. Игорь Тихоненко с новостями дня. Кратко с Новым годом, с новым сроком. Сегодня исполнилось две недели с начала бюджетного кризиса в США, который привел к остановке работы третье правительство страны. Все это время Дональд Трамп с одной стороны и демократы в Конгрессе с другой не могут найти компромиссы по вопросу о бюджете на 2019 год, в котором президент требует отдельного финансирования на строительство стены на границе с Мексикой. Получившие контроль в Палате представители демократы, как и обещали, приняли законы проекта о возобновлении работы правительства, но Белый дом уже пригрозил, что глава государства их завитирует. Что означает очередной тупик и паралич уже не только госведомства, но и на Капитолии. В эти минуты лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе вновь беседуют с Трампом в Белом доме. Оттуда в прямой эфир выходит Вадим Оленчев. Вадим, приветствую. Есть ли надежда на какое-то достижение политического компромисса сегодня? Да, Роман, спасибо. Действительно, заседание с участием лидеров Конгресса, по последним данным это 8 человек, с президентом Дональдом Трампом, который пригласил их вот сюда в Белый дом, оно началось примерно 45 минут назад. Об этом можно всегда достаточно легко сказать, потому что нашу съемочную группу попросили переместиться. И вот где-то 45 минут назад, можно видеть у меня за спиной, полицейские значительно расширили вот эту вот слепую зону, мертвую зону, куда не пускается никто из посторонних. И это всегда происходит, когда в Белый дом приезжают какие-то высокопоставленные персоны. Ну, в данном случае это лидеры Конгресса от обеих партий, как заявлялось, должна была приехать и Нэнси Пелоси, новый и бывший спикер Палаты представителей, лидер демократов Конгресса, простите, в Сенате, сенатора Чак Шумер, лидер меньшинства теперь республиканского в Сенате, Митч Макконнелл и другие видные политики. И вот все они садятся, сели и теперь обсуждают с Дональдом Трампом перспективы бюджетного билля. Почему это происходит сегодня? Мы же знаем, что уже такая встреча была в среду. Дело в том, что накануне Палата представителей приняла два законопроекта. Напомню, это Нижняя Палата. Один из них касался того, чтобы возобновить финансирование для 8 из 9, если я не ошибаюсь, министерств, федеральных ведомств, которые были закрыты из-за шатдауна. И второй законопроект касался отдельно Министерства внутренней безопасности, потому что все остальные министерства, их финансирование Палата представителей продлила на весь текущий финансовый год до 30 зентября, а Министерство внутренней безопасности временно до 8 февраля. Но, как сходится во мнении большинства аналитиков, этот биль, скорее всего, не будет ратифицирован Сенатом, потому что мы знаем, теперь он передвигается в Сенат, поскольку позиция республиканцев в Сенате, у них там большинство, такая же, как и у Дональда Трампа. Он совершенно непреклонен, он хочет видеть в биле о финансировании, обязательно расходы на строительство стены на границе с Мексикой. Но сейчас, поскольку это новый состав Конгресса и новые лица, Дональд Трамп достаточно тактично поздравил их с началом работы и не стал бросаться сразу в атаку. Если можно, давайте вас слушаем. Хочется верить, что вместе мы сможем многое осуществить. Я реально думаю, что у нас все получится. Мне кажется, все будет не совсем так, как представляют себе многие. И я поздравляю Нэнси. Ну, надо сказать, что вот этот вот деликатный тон Дональда Трампа, он немножко обманчив, потому что президент не намерен сходить со своих позиций. Он добивается того, чтобы финансирование на стену было обязательно включено в бюджетный биль. И вот даже недалеко накануне бюджетный офис Белого дома, я процитирую, сказал, что прокомментировал вот это вот голосование в Палате представителей, сказав, что это ненужное финансирование бесполезных программ. Ну, скажу, что лидеры республиканцев, вот особенно в Нижней Палате, Палате представителей, ведут себя не так воинственно. Может быть, это потому, что, опять же, разговор идет о новом составе Конгресса. И вот конгрессмен Кевин Маккарти, теперь уже лидер республиканского меньшинства, сказал, что все эти разногласия – это не повод бездействовать или заводить дело в тупик. Давайте послушаем его комментарий. Мы вступаем в период, когда органы власти разделены по партийному признаку. Но это не повод бездействовать или заводить дело в тупик. Нам удается больше сделать, когда мы не сводим личные счеты, а укрепляем наш союз. Но демократы, в свою очередь, тоже держатся достаточно воинственно и стоят на своей позиции твердо. Теперь уже вот новый спикер, Нэнси Белоси, которая в свое время занимала уже этот пост, третья часть государства, она заявила о том, что сколько раз нам нужно говорить «нет», никаких денег на стену не будет. И почему такая категорическая позиция? Потому что все-таки у демократов есть надежда на то, что, например, в Сенате несколько республиканцев перейдут в их стан и проголосуют вместе с ними за то финансирование, которое видят демократы. Для этого есть основания, потому что, например, сенаторы Гарнер и сенаторы Коллинз, оба республиканцы, они сказали, что приоритет для них сейчас – это проголосовать за меру, которая прекратит шатдаун, прекратит временную остановку работы федеральных ведомств. И поэтому демократы надеются, что это произойдет. В свою очередь, лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл, он наоборот сказал, я тоже процитирую, он назвал законопроекты, вот эти принятые палатой представителей накануне, провальными затеями и политическим театром. А предсекретарь Белого дома Сара Сандерс, все это комментируя, сказала, что Конгресс обязан помочь президенту обеспечить безопасность американских граждан. Роман? Вадим, спасибо. Еще раз повторимся, что в эти минуты в Белом доме проходит встреча лидеров парламентских фракций в Конгрессе с Дональдом Трампом. И в ближайшие минуты ожидаются заявления от участников встречи и, возможно, также от самого президента, который намерен выступить перед журналистами в розовом саду Белого дома. Вадим, спасибо. Дональд Трамп, а также его окружение, еще раз повторимся, ясно дает понять, что хозяин Белого дома не намерен отступать, пока не добьется выделения денег на стену. И чтобы надавить на оппонентов и укрепить позиции президента в глазах телеаудитории, Белый дом накануне даже изменил формат привычного брифинга для прессы, куда президент пришел лично и не один. Андрей Деркач расскажет больше. Андрей? Да, привет, Рома. Чтобы еще раз заявить о своей позиции насчет строительства стены, Дональд Трамп предпринял необычный шаг. Он неожиданно впервые за два года появился на пресс-брифинге, который для журналистов проводит представитель Белого дома Сара Сандерс. Президент к прессе вышел не один, а вместе с несколькими сотрудниками таможенно-пограничных служб, чтобы заявить, что люди, которые непосредственно имеют дело с нелегальными иммигрантами, на его стороне. Люди нашей страны хотят этого. У меня никогда не было такой большой поддержки по вопросу безопасности границ, пограничного контроля и стены, как на прошлой неделе. У меня никогда не было столько звонков, писем и сообщений в Твиттере. Вот, правда, различные соцопросы показывают, что более 50% американцев не поддерживают требования Трампа о финансировании стены на границе с Мексикой. В своем коротком аналоге Трамп вновь говорил о необходимости именно физического барьера на границе, а не технологических штучек. При этом он сказал, что лучше всех в этой стране разбирается в дронах и сенсорах. На этом брифинг для журналистов закончился. По сути, не успев начаться, пресса так и не смогла задать ни одного вопроса. А некоторые даже не успели попасть на брифинг, который был объявлен за пять минут до его начала. Тем временем желание поскорее закончить шатдаун со стеной или без нее созревает среди сенаторов-республиканцев. Лидер республиканского большинства в сенате Мич МакКоннелл, который отказывается выносить какой-либо документ на голосование без поддержки президента, столкнулся в этой связи с определенным давлением. Так, Кори Гарнер и Сьюзен Коллинз вчера высказались за проект демократов о временном финансировании правительства, аналог которого успешно сработал в прошлом году. Но, видимо, это не очень интересует Белый дом. Издание «Политика» сегодня пишет, ссылаясь на свои источники в администрации, что новоиспеченный ИО главы аппарата Мик Малвейни является как раз тем человеком, который постоянно напоминает президенту, что тот не должен отступать и соглашаться на такую альтернативу. В том же духе в эфире Fox News высказался вчера вице-президент Пенс, который еще недавно готов был согласиться не на пять, а на два с половиной миллиарда на стену. Президент дал ясно понять, нет стены, значит нет и сделки. Мы хотим заключить соглашение, но оно должно предполагать конкретные решения в деле безопасности границы. А безопасность границы невозможна без стены. Сделки без стены не будет. Президент тем временем решил воспользоваться Инстаграмом, чтобы продвинуть идею о строительстве заграждения на границе. Там он запостил свое фото со словами «Стена идет», в чем угадывается аллюзия к сериалу «Игра престолов». Пользователи тут же напомнили, что в последнем сезоне «Стена» как раз не сработала. Это вторая за последние два дня отсылка Трампа на «Игру престолов». В среду во время совещания на его столе лежал огромный плакат, на котором было написано «Санкции идут». В Твиттере Дональд Трамп стену преподносит уже не в художественном, а в реальном контексте, опубликовав видео с кадрами насилия, которые якобы с собой несут нелегальные мигранты через южную границу. Еще один сегодняшний твит посвящен уже теме импичмента. Она возникла после того, как новичок Конгресса, одна из первых женщин-мусульманок, выбранных в палату представителей, Рашида Тлаиб, призвала к импичменту Трампа в своей статье в издании Detroit Free Press. По мнению президента, импичмент в отношении него просто невозможен. Как можно привлечь к ответственности президента, который выиграл? Пожалуй, самые великие выборы всех времен. Не сделал ничего плохого. Сговора с Россией не было, разве что у демократов. Был самым успешным президентом в первые два года работы. И является самым популярным республиканцем в истории партии. 93% поддержки. Зато других членов правительства неуязвимыми никак не назовешь. Например, бывший глава Министерства внутренних дел Райан Зинки вполне возможно может столкнуться с уголовным преследованием за ложь относительно его работы на посту министра. Сообщается, что инспекторы Минюста получили от Зинки недостоверные показания о его личных сделках с недвижимостью, а также о проекте строительства казино в Коннектикуте. Первоначально его подозревали в несоответствии этическим требованиям, но теперь для Зинки все оборачивается куда более серьезно. Кадровый вопрос действительно больной для Белого дома. Нью-Йорк Таймс вчера написал, что среди кандидатур на пост главы Пентагона появился демократ, бывший сенатор и сотрудник администрации Рональда Рейгана Джим Уэбб. Он также выдвигался в президенты демократической партии в 2016 году, но был вынужден выйти из гонки из-за низкого уровня поддержки его кандидатуры. Рома? Битвы за все эти назначения еще только впереди. Спасибо, Андрей. Двухнедельное частичное закрытие правительства означает не только отсутствие зарплаты для 800 тысяч госслужащих и невозможность для простых американцев получить важные услуги от ведомств, но и финансовые проблемы для частного бизнеса. В американской столице убытки несут кафе и магазинчики, работавшие для госслужащих, а также туристический сектор. Музеи и зоопарк ведь закрыты, а значит нет посетителей и покупателей. Александр Яневский пообщался с предпринимателями и туристами. Национальный зоопарк в центре американской столицы закрыт. Временная приостановка работы правительства отразилась не только на главном зоопарке страны, но также и на бизнесах, находящихся возле него. Сотрудники кафе, ресторанов и магазинов, которые находятся возле Смисоновского зоопарка, в разговорах отмечают, что количество туристов, которые обычно посещают их заведения, существенно сократилось. Обычно здесь много туристов и почти невозможно найти место для парковки. Сотрудники десятков ресторанов, кафе и магазинов, которые находятся неподалеку от зоопарка, отмечают, что посетителей стало гораздо меньше. Клиентами в эти дни являются сотрудники зоопарка и жители близлежащих домов. Частичная приостановка работы правительства США отразилась и на бюджете зоопарка, 70% которого составляют средства, выделяемые федеральным правительством. Несмотря на отсутствие финансирования, за животными продолжают ухаживать и кормить на деньги спонсоров. Зоопарк, магазин по продаже сувениров и рестораны, находящиеся на его территории, закрыты со среды. Особенно разочарованы туристы, которые специально приехали посмотреть на самых популярных жителей Вашингтона – панд. Не работает и ни одна из камер, по которым можно наблюдать в реальном времени за животными в зоопарке, поскольку их обслуживание требует использования федеральных ресурсов и средств. Кстати, Панда Кэм пользуется большой популярностью не только в США, но и за их пределами. В год через эти ворота проходят более двух миллионов туристов со всего мира. Теперь они закрыты и пропускают только сотрудников зоопарка. Нева Робсон привезла свою семью в зоопарк из Мадагаскара. Мы посетили все прекрасные музеи в Вашингтоне и сегодня запланировали зоопарк. А он закрыт. Мы очень разочарованы. Мой сын плачет только потому, что правительство не работает. Он любит животных и он хотел пойти в Смитсоновский зоопарк. Я думаю, что политикам надо заняться делом. Я считаю, что необходимо открыть зоопарк и музей, поскольку люди приезжают из разных мест. Вот я приехала из Алабамы. Прилетела, а тут все закрыто и ничего нельзя посмотреть. Очень печально. Я потратила деньги впустую. Администрация зоопарка написала в Твиттере, что из-за приостановки работы правительства музеи Смитсоновского института и национальный зоопарк закрыты. Мы обновим наш оперативный статус, как только ситуация будет решена. Стоит отметить, что в Вашингтоне частичное закрытие федерального правительства привело даже к комичным ситуациям. Страсти политические мешают страстям сердечным. В смысле окольцовыванию влюбленных. Ануш Аветисян узнал несколько таких историй. Она в прямом эфире. Ануш, рассказывай. Да, Роман, приветствую. Как стало известно, вступить в брак и получить свидетельство о браке в период шадана нельзя. Дело в том, что суды Вашингтона финансируют Конгресс США и сотрудники бюро бракосочетаний не были включены в список экстренных. То есть они оказались в числе 380 тысяч сотрудников, которых отправили в вынужденный отпуск. И, конечно, в столь важный день, как свадьба, многие влюбленные не проверяют статус, кто финансирует какой орган местной власти и были ли включены его сотрудники в список экстренных. И поэтому многих эта новость застает врасплох. Так, например, пара Дэн Поллоки и Даниэла Аджинако Полос, они узнали о том, что не могут вступить в брак, когда пришли к этому зданию. Им сказали, что бюро бракосочетаний закрыто, и когда откроют, добавили, мы не знаем. Но надо отметить, что пара отнеслась к ситуации с иронией. Дэн разместил в Твиттере фотографию, написал «Моя большая фейковая греческая свадьба» и поблагодарил Дональда Трампа за то, что тот сорвал их свадьбу. И я хочу добавить любопытный факт. Оба и Даниэла, и Дэн в прошлом работали на сенатора-демократа от штата Коннектигут. То есть о шатдауне они знали не понаслышке, но все-таки столкнулись с такой ситуацией. Я предлагаю посмотреть на твит Дэна. Спасибо Дональду Трампу за Трамп-шатдаун. Благодаря вам, деятельность Бюро бракосочетания Вашингтона временно приостановлена в неделю нашей свадьбы. С уважением, они женаты и бывшие государственные служащие. Мне удалось связаться с Дэном и Даниэлой. Хочу обрадовать и сообщить, что они все-таки провели неофициальную часть своей свадьбы вместе с друзьями и родственниками. Называют друг друга мужем и женой. Сейчас проводят свой медовый месяц. Давайте послушаем Дэна. Все наши друзья и члены семьи приехали на свадьбу. Мы все были готовы, и самым важным для нас был сам праздник кругу родных. Наши крятвы и обещания друг другу. А бумагу получим позже. У нас сейчас медовый месяц, и как только правительство откроется, мы приедем в Вашингтон. Не только для нас и других пар, которые хотят вступить в брак, но и для всех госслужащих, которые теперь не знают, когда увидят свою следующую зарплату, и всех людей, которые пользуются услугами государства. Для всех важно, чтобы шатдаун завершился как можно скорее. Мы до сих пор смеемся над нашей ситуацией. Вдруг наша маленькая история попала в заголовки национальных СМИ. Если наша смешная история может подчеркнуть и привлечь внимание к тому, как шатдаун влияет на жизни обычных людей, тогда все это случилось неспроста. Это еще один пример, что у нас должно быть правительство, на которое можно положиться. И если люди считают, что это наша вина, что мы не знали, что из-за шатдауна закрыто бюро, хочу сказать следующее. Нет, это вина Белого дома. Есть у меня еще одна хорошая новость, а точнее две. Многие ведомства суда открыты. Например, можно развестись во время шатдауна. Приемная суда по семейным делам открыта. А также на мою просьбу прокомментировать. Пресс-служба мэра Вашингтона Мюрил Браузер написала, что они работают над тем, чтобы открыть бюро бракосочетаний, что молодые могут вступить в брак и при шатдауне. Давайте послушаем, что написала мэра. Так же, как Гринч не может украсть Рождество, шатдаун не сможет остановить любовь. Как только шатдаун завершится, многие пары, которые не смогли вступить в брак в течение этих 13 дней, смогут без очереди получить свидетельство о браке. И я лишь отмечу, что вообще вашингтонцы с подобным сталкиваются впервые. Во время, например, шатдауна 2013 года бывший мэр включил всех сотрудников ведомства суда в список экстренных. Роман. Ануш, спасибо. Совершенно чудная, конечно, история. Ануша Витессян о том, как влияет частичное закрытие правительства на жизнь простых американцев. Теперь к другой теме. Сегодня получила новое развитие история с арестом в Москве американца Пола Уиллана, которого российские власти называют шпионом. И с каждым днем появляется все больше данных о самом гражданине США, который, как теперь выясняется, является обладателем как минимум еще даже трех паспортов. Британского, ирландского, якобы канадского. И объяснение, откуда и почему у него столько гражданств, нет. Все активнее. Эксперты обсуждают сценарий, по которому Уиллана обменяют на пример на Марии Бутину, как это случилось в похожем деле в 1986 году. Мнение бывшего московского корреспондента издания News & World Report, который заменил Николаса Данилова, обвиненного властями СССР в шпионаже. Надо сказать, когда я прочитал об аресте Пола Уиллана, я как будто вернулся в те времена. И у меня возникли мысли о сходствах между этими двумя ситуациями. Во-первых, и Николас Данилов в 1986 году, и мистер Уиллан сегодня, оба оказались уязвимы в том плане, что ни один из них не имел так называемого дипломатического прикрытия или дипломатического иммунитета. Оба обычные граждане США и имеют обычный американский паспорт. Таким образом, это сделало их уязвимыми со стороны российских властей, которые и тогда, и сейчас смогли действовать без опасений того, что дипломатическая защита смогла бы упростить процесс освобождения Николаса Данилова тогда или Пола Уиллана сегодня. Второй схожий момент — оба получили от русских что-то до ареста. В случае Николаса Данилова это был конверт с документами, а в случае Пола Уиллана, судя по тому, что мы знаем на сегодняшний день, ему была дана USB-флешка, которая сразу же была изъята. Дело Данилова стало крупным событием, можно сказать, крупным событием в эволюции американо-советских отношений. Увидим, сыграет ли сегодня арест Пола Уиллана важную роль в американо-российских отношениях, которые, конечно, имеют совсем другой контекст, чем во времена СССР. Нам остается только наблюдать за развитием событий. Что же касается того, имеет ли арест Пола Уиллана отношение к аресту в США Марии Бутиной, мы можем только спекулировать на эту тему. Время покажет, есть ли какая-то связь между этими двумя событиями, но на данный момент слишком рано об этом говорить. А старший научный сотрудник Гудзоновского института Дэвид Саттер полагает, что ситуация с арестом Пола Уиллана разрешится достаточно быстро и именно обменом американца на кого-то из россиян, отбывающих наказаний в Америке. Конечно, мы не знаем всех деталей, но основываясь на том, что мы знаем, арест Пола Уиллана очень напоминает то, что он был просто подставлен. Он был арестован через пять минут после получения флешки от кого-то, кто встретил его в отеле. Это не тот способ, которым информация передается между настоящими агентами разведки. Это все скорее напоминает то, как невиновные люди оказываются подставленными. Мы не знаем, что на самом деле произошло, и некоторое время не будем знать, в чем именно его обвиняют. Но все это очень напоминает ситуацию, в которой россияне знали, что он общался с людьми, которых можно считать военными, и, соответственно, могли подумать, что в этом плане Пол Уиллана кажется хорошей мишенью. Вопрос заключается в том, для чего Россия это делает. Возможно, они хотят использовать Пола Уиллана в каких-то целях, например, с целью обмена Марии Бутиной. Хотя, насколько я понимаю, она в любом случае может быть скоро выпущена. В целом, я думаю, целью путинского режима является оказание давления на США. Продолжается расследование российского вмешательства в выборы США, и это было темой номер один в американской прессе уже более года. В этом контексте российская сторона, возможно, хочет показать, что США тоже вмешивается в российские дела. Другой вопрос – как на все это будет реагировать США? Многое зависит от того, сможет ли российская сторона предоставить убедительную версию того, что произошло. Если этого не произойдет, то российской стороне будет намного сложнее получить какие-либо уступки со стороны США. Подведем политические итоги недели, включая историю с арестом Пола Уиллана вместе с экспертом Атлантического сайта Реэлем Коэном. Реэль, приветствую. Привет, привет. Как ты воспринимаешь всю эту историю с арестом американцев? Там появляется очень много подозрительных всех этифактов. Гражданство трех стран дополнительно. И в Бутине ли дело? Прекрасные вопросы. Во-первых, это не арест американца, это арест гражданина Соединенных Штатов Канады, Ирландии и Великобритании. Это тоже, как говорят по-английски, поднимает бровь. Во-вторых, человек с очень серьезным security background, работал и в армии, был старшим сержантом в Marines, то есть человек, умеющий стрелять. И постоянно ездивший в Россию, бывавший там каждые шесть месяцев, если я правильно помню. И пытавшийся войти в контакт с представителями военных каких-то исследовательских организаций. То есть, как сказал британский министр иностранных дел, у нас нет всех данных. И когда они будут, мы сделаем наши выводы. Но тут еще один момент. Почему он поехал на свадьбу за неделю? Я вот тоже собираюсь на свадьбу. Я приезжаю за день до свадьбы, уезжаю день после свадьбы. Так что, ну, хорошо. И последний тут момент. Я не считаю, что это дело в Бутиной. Отнюдь. Потому что Бутина уже свою сделку с ведомством заключила. Сделку с обвинением заключила. Она свое отпела. И ее выпустят через несколько месяцев, и она вернется на родину. Мне кажется, что это многоходовка, чтобы вытащить Бута и, возможно, Ярошенко. Виктор Бут был известнейшим торговцем оружия. Причем в очень каких-то черных делах. А Ярошенко, если я правильно помню, летчик, который возил кокаин в огромных количествах. И их экстрадировали Бута из Таиланда, Ярошенко из Африки. И в России было очень много гвалта, почему американцы арестовали этих людей. Так что мне кажется, что тут, возможно, месседж для Америки, что мы тоже умеем арестовывать. Это первое. И второе. Попытаться обменять на Бута. Теперь к происходящему исключительно в Америке. Новый конгресс. Все пришли к присяге, все дружно сфотографировались. И мы уперлись в ситуацию, как и ожидалось. Демократы голосуют заодно. Митч Макконнелл говорит, ничего не буду ставить на повестку. Трамп говорит, а я буду все витировать. А я все равно буду, сказал Трамп. Это то, как теперь будет происходить? Нет, все будет гораздо хуже. Вторую неделю подряд это говорит. Я в этом эфире, нет, я это говорю, по-моему, второй год подряд, что у нас траектория массивного конфликта внутри страны, и у нас траектория очень серьезных конфликтов вне пределов Соединенных Штатов, в частности с Россией, с Китаем. Поэтому 19-й год будет плохой, а 20-й год будет совсем плохой. Уже уважаемый мной конгрессмен Брэд Шерман из Калифорнии, перед которым я давал показания в Конгрессе, серьезный конгрессмен, внес предложение об импичменте Трампа. И я не думаю, что человек уровня Шермана делал бы это, не договорившись с лидерами, то есть с Нэнси Пелози и с лидерами демократов. То есть все только начинается, мы ждем отчета Мюллера и импичмент Трампа, с моей точки зрения, ну я бы сказал 80%, если не 90%. Происходящее сейчас с закрытием правительства. Оговоримся, оно частичное, большая половина правительства продолжает работать, но тем не менее, кто в этой ситуации, на твой взгляд, несет большую ответственность? И не рискуют ли демократы, что по ним это тоже ударит, потому что среди госслужащих есть уже мысль, чума на оба ваши дома? Ну, госслужащие по всем опросам, это люди, поддерживающие демократов на 90%, так что я думаю, что чтобы демократы тут не делали, это будет все равно, госслужащие будут голосовать за демократов. Вот вопрос у меня другой, у меня вопрос, насколько Трамп понимает вообще, что он себе вредит, потому что, в общем-то, американцы в тот момент, когда им перестают поступать чеки, допустим, из социального страхования, или чеки из налоговой службы, когда им возвращают, если они переплатили, это очень может ударить по простым американцам, в том числе по электорату Трампа, и да, действительно, Трамп считает, что его электоральная база поддерживает стену, и Трамп поддерживает стену, а вот как это будет все отражаться в 2020 году, но до 2020 года еще очень далеко. Спасибо, старший эксперт Атлантического совета Ариэль Коэн, как всегда, по пятницам мы подводили политические итоги недели, увидимся на следующей неделе. С началом нового политического сезона в США мы завершаем подведение итогов 2018-го. Заполнился он, конечно, не только многочисленными твитами Дональда Трампа, увольнениями в администрации и прочими скандалами. Президент говорит, что в числе главных итогов прошлого года и заслуг его правительства снижение административных барьеров и госрегулирование во многих отраслях. Одно из таких направлений – добыча энергоресурсов на ранее запретных для нефтяников, например, территориях вроде национальных парков и прибрежной зоны, а также смягчение экологических норм для промышленности. И, конечно, такие шаги Трампа вызвали ожесточенное сопротивление экологов и властей многих штатов. Виктория Купченецкая подводит итоги этой эпопеи 2018-го. Равнины, леса, горы, каньоны, реки, моря, океаны – уже несколько веков. Просторы Америки вызывают у людей желание покорить их. С приходом к власти президента Трампа интерес к природным ресурсам США усилился. Администрация смотрит не на поверхность, а в недра страны. Моя администрация принимает срочные меры для восстановления американской уверенности в своих силах и своей независимости. Для президента, практичного бизнесмена, тысячи акров национальных парков и лазурные воды океанов, омывающих страну, богатство не абстрактное, а вполне конкретное, исчисляемое в долларах. Президент отменил запрет на добычу нефти и газа почти во всех прибрежных водах США, в Тихом и в Атлантическом океане, в Мексиканском заливе. Отменил и часть требований по мерам безопасности при глубоководном бурении, введенных администрацией Обамы после взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году. Три месяца назад администрация утвердила первый проект по добыче нефти и газа в федеральных водах, омывающих Аляску. Передача океанских вод в аренду нефтегазовым корпорациям возмущает активистов, борцов за чистоту окружающей среды. На Аляске очень трудно бороться против нефтяных компаний, потому что они здесь за все платят, и многие граждане на их стороне. Расширение объема добычи нефти и газа у берегов Луизианы, Флориды, Калифорнии, Нью-Йорка не нравится губернаторам этих штатов. Причем не все они демократы. Бывший губернатор Флориды, республиканец Рик Скотт, которого только что избрали на пост сенатора США, пообещал бороться с расширением нефтегазовой инфраструктуры у берегов своего штата. Флорида сильно пострадала в результате взрыва платформы Deepwater Horizon в 2010 году. Для Луизианы нефтегазовая индустрия и благословение и проклятие. Она дает работу значительной части населения. Она же, строя каналы и меняя ландшафт прибрежных районов, сделала Луизиану самым быстро исчезающим штатом США. Свою лепту внесло и повышение уровня мирового океана. Каждые полтора часа в Луизиане навсегда уходит под воду часть суши величиной с футбольное поле. В Луизиане одна группа активистов окопалась и живет коммунной. Они называют себя Лё и Ля Ви. Вода – это жизнь. Кажется, что в лагере течет спокойная жизнь. Но это лишь затишье перед очередным боем. Активисты пытаются помешать строительству газопровода Бэйю Бридж. Лагерь находится в отдаленной сельской местности на юге Луизианы, недалеко от болот, где сейчас проходит строительство газопровода. Это база активистов. Здесь они проходят специальную подготовку, прежде чем на этой вот лодке отправиться в болото, где они будут совершать акты гражданского неповиновения. Компания «Разлив нефти» происходила через каждые 11 дней на протяжении последних 15 лет. Это плохая компания. Мы знаем, что они сделали с людьми в Северной Дакоте и в Сехасе. Они сажают бабушек в тюрьму в Пенсильвании. И к нам здесь полиция применяет насилие по их вине. Они плохая компания. Им ничего не важно, кроме денег. Республиканская администрация воплощает в жизнь лозунг «Энергетика превыше всего». Демократы понимают этот лозунг иначе. Через призму изменения климата и расширения возобновляемых, а не углеводородных источников энергии. Это приоритеты работы для новой избранной палаты представителей, где демократы теперь в большинстве. Виктория Купченецкая, Наташа Мозговая, Владимир Бадиков, Александр Берган. Специально для Настоящего Времени Америка. Нью-Йорк, Юта, Луизиана, Аляска. Прежде чем мы начнем говорить о новостях экономических, я должен сказать, что пока шел этот сюжет, представители демократов, лидер демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси и Чак Шумер, а также их заместители вышли к журналистам на территории Белого дома. Эта встреча уже закончилась, собственно, было не о чем говорить, потому что встреча закончилась, собственно, ничем. Демократы и Дональд Трамп не смогли ни о чем договориться, более того, они сказали, что разговор был на крайне высоких тонах, очень жестким. Чак Шумер заявил следующее, что они вновь воззвали к Дональду Трампу с предложением не держать миллионы американцев в заложниках, имеется в виду госслужащие и их семьи. В частности, Чак Шумер проявил пример пожарного из Нью-Йорка, у которого беременная жена, и которые не могут получить ипотеку, потому что закрытое правительство не могут получить специальный бонус от государства. Более того, Чак Шумер заявил, что во время этого разговора Дональд Трамп заявил, что он готов держать правительство закрытым месяцы и даже годы, если не получит свои запрашиваемые им миллиарды долларов, которые он хочет получить на строительство стены. А Нэнси Пелоси также заявила, что никакого компромисса нет, никакого прогресса на переговорах не было. И она заявила, что, собственно, даже это самое закрытие правительства наносит ущерб безопасности американских границ, страдает население и обязательство сейчас властей, как законодателей, так и исполнительной власти, вновь запустить правительство. Это краткий пересказ того, что было сказано, еще раз повторюсь, Нэнси Пелоси и Чаком Шумером по итогам переговоров в Белом доме с Дональдом Трампом, которые закончились ничем. Шатдаун, очевидно, продолжится, и Дональд Трамп пойдет на рекорд. Предыдущий шатдаун с Бараком Обамой длился 16 дней, нынешнее закрытие правительства уже длится 14, в понедельник будет 17. Итак, сейчас подключим Бориса Кольцова, нашего штатного экономического обозревателя. Боря, у меня будет в этой ситуации сразу два вопроса. Все-таки мы говорим об этом уже две недели. Есть ли какая-то реакция со стороны игроков на биржах, понимающих, что правительство и, по сути, вот этот кризис в Вашингтоне будет продолжаться еще неизвестно сколько, при том, что, в принципе, даже есть хорошая статистика по труду. То есть вот как-то это уравновешивается? Ром, ну вот до того момента, пока не пошли breaking news по поводу желания Трампа держать правительство закрытым столько, сколько ему потребуется, все очень сильно сегодня росло, действительно, и благодаря сильной статистике по рынку труда, и благодаря достаточно дипломатичным сегодняшним высказываниям главы ФРС Джерома Пауэлла, что в дальнейшем при повышении ставок ФРС будет прислушиваться к рынку, к президенту и вообще очень аккуратно в этом вопросе себя вести. Но вот сейчас я наблюдаю некоторое снижение, просто трудно сказать, это происходит, вот да, все-таки снижение происходит, буквально за последние пять минут с уровня почти в 3,5% Dow Jones и S&P 500 снизились, вот прям я вижу, как снижаются к 3%, то есть есть реакция, не знаю, что произойдет в ближайшие два часа, но до этого момента все было очень зелено и оптимистично, и в связи с этим у меня был вопрос к нашему сегодняшнему эксперту Денису Соклакову. Денис, кстати, привет. Привет. Я хотел тебя спросить, как долго будет действовать успокоительное, полученное от того же Пауэлла на рынок, но вот сейчас я понимаю, что успокоительное, наверное, уже не действует. Все закончилось секунду назад. Да, как бы ты оценил вообще то, в каком состоянии рынок вошел в этот год? Ну, ты помнишь, в прошлом году мы тоже обсуждали с тобой, прямо в самые последние дни декабря, и я говорил о том, что фундаментально никаких оснований для паники нет, и сегодня их тоже нет. Экономика очень, конъюнктуры рынка великолепная, и она остается очень сильной. Фондовый рынок там лихорадит немножко, но он все равно выше конца прошлого года. Вот, соответственно, он прекрасен в этом смысле. Но, как мы с тобой говорили, политические риски, энтропия не уменьшается, и она все увеличивается. Политические риски остаются очень серьезными. После того, как мы сейчас послушали эту последнюю новость, ну, хочется выдохнуть. Я смотрю сам на Доу, я смотрю, что происходит. Я уверен, что эта новость плохая, и она не повлияет хорошо на рынок фондовый, безусловно, но в том числе это может вообще отвернуть и повернуть конъюнктуру, если ситуация продолжится. А я вижу, что там как бы принципиально возникли, возникли противоречия в позициях, и как бы стороны вроде не хотят. Да, и действительно, вот до сегодняшнего дня, пожалуй, нельзя было сказать так очевидно, что все-таки Уолл-Стрит следит за ситуацией с закрытием правительства, а сейчас понятно, что следит. Вот на твой взгляд, какова степень терпения инвесторов на Уолл-Стрит, с точки зрения все-таки не сильно впадать в панику в связи с этим? Ну, ты знаешь, Уолл-Стрит осторожничает уже больше месяца, и поэтому, если сейчас Уолл-Стрит дадут сигнал о том, что конфронтация резкая продолжится, они ответят однозначно ногами, и, скажем, перейдут из фондового рынка на Форекс, и, конечно, в недвижимость. Да, ну, что касается недвижимости, тоже у меня к тебе был вопрос как к специалисту. Буквально накануне вышли данные, что рынок, в общем-то, снижается, предложение растет, в том же Нью-Йорке средняя цена недвижимости опустилась ниже миллиона. Какой ужас для владельцев недвижимости. Но, тем не менее, вот как, на твой взгляд, какой год нас ждет с точки зрения недвижимости? Но сначала давай послушаем у Ромы. Есть вопрос, может быть, по предыдущей теме? Да, коллеги, на самом деле у меня есть вопрос, Боря, к Денису Соклакову. Раз уж мы заговорили о закрытии правительства, Денис, насколько это может ударить по частному бизнесу, участвует, что сейчас, вот просто работая в Вашингтоне, я знаю, что в Минздраве не работает FDA, который занимается утверждением медицинских препаратов, замечательных устройств и тому подобное. Федеральное агентство по связи и коммуникациям закрылось, которое регулирует всю отрасль и так далее, и так далее, и так далее. Приведет ли это, ну не знаю, может ли это привести к какому-то замедлению, что ли? Ну, давай вот посмотрим на результаты статистики по безработице, да. Там немножечко она подросла немного, ну самая малость, но улучшилась как раз в медицине, в хай-теке и в подобных отраслях. Ситуация, стоит только замедлить вот эти растущие области, как это даст кумулятивный эффект на рынок и очень негативный эффект. И это уже не шутки, потому что можно добиться серьезного ухудшения конъюнктуры. Конъюнктуры всего рынка, потому что рынок может повернуть к принципиально другим инструментам, для себя решить, что ну сейчас пока волатильность высока, а волатильность, конечно же, будет расти на рынке с учетом происходящего, отвернут к другим принципиальным инструментам. И, как худшее решение, могут вообще уйти из американского рынка. Ну хорошо, а с недвижимостью все-таки может ситуация в этом году развернуться в сторону опять роста спроса? Ну я убежден, что она развернется как минимум временно, потому что от фондового рынка, в моем понимании сегодня, это слишком волатильный рынок. И люди будут отходить от него и будут переходить к рынку недвижимости, что совершенно естественный процесс. И я уверен, что мы это увидим. Насколько долго продлится вот эта ситуация, будет зависеть от того, как все будет развиваться с Трампом. Ну со всеми теми дисками, о которых мы говорим. Что он будет делать. Хорошо, будем наблюдать. Рома на сегодня, я думаю, достаточно. Коллеги, спасибо. Я должен сказать, что мы надеемся буквально с ближайшей секунды, возможно минуты, Дональд Трамп может выйти к журналистам. Мы получаем прямую трансляцию из розового сада Белого дома. Как только Дональд Трамп появится перед журналистами, мы покажем это заявление. Я постараюсь его перевести. Сейчас же мы поговорим о темах неполитических. Пусть мне подскажут режиссеры. Да, пока еще камеры настраиваются, поэтому я думаю, что у нас есть пару минут поговорить о неполитическом. Следуй за Нефритовым Зайцем. Отныне эта команда будет самой популярной на каналах китайского ЦУПа, специалисты которого в четверг выпустили на лунные просторы свой луноход Уйту-2. Он же Нефритовый Заяц-2. Олеся Кругляков знает подробности. Юйту-2 выкатился на лунную поверхность в районе кратера Карман. Через 12 часов после пролунения спускаемого аппарата Ченни-Эй-4. Связавшись со спутником-ретранслятором, он провел ориентировку на местности и успешно добрался до первой точки, в которой будет проводить научные эксперименты. Отделение от спускаемого аппарата прошло штатно. Это маленький шажок для нашего лунохода по поверхности Луны и гигантский шаг для всего китайского народа в деле исследования космоса и Вселенной. Историческая значимость момента состоит в том, что все предыдущие луноходы, роверы и прочие армстронги передвигались исключительно по видимой стороне Луны. Китайцы же прилунились на обратной, или, как ее называют, темной стороне, которую до сих пор удавалось только фотографировать. Конструкторы гордо заявляют, что их Нефритовый Заяц – это настоящий космический внедорожник со всеми наворотами, включая полный привод на шесть колес, четыре из которых – поворотные. Сетчатые шины не только обеспечивают маневренность и грузоподъемность лунохода, но и специально спроектированы для езды по сыпучей песчаной поверхности. Такой дизайн позволяет карабкаться на холмы с уклоном до 20 градусов. В арсенале аппарата также атомный детектор, разработанный китайскими и шведскими учеными, инфракрасный спектрограф, встроенная панорамная камера и лунный радар. Мы планируем изучить различные физические явления, относящиеся к периоду формирования Солнечной системы. Обратная сторона Луны обладает чистой средой с низким уровнем шума, что очень важно для наших исследований. Китайским аппаратам предстоит провести множество научных исследований. Среди них – низкочастотные радиоастрономические наблюдения, изучение грунта и ландшафта, измерение минерального состава и радиационного фона обратной стороны Луны. Итак, как мне подсказывают режиссеры, мы ожидаем речи Дональда Трампа буквально через 2-3 минуты. Сейчас поговорим о празднике, который сегодня отметили в Нью-Йорке. Там торжества прошли по случаю Дня Трех Королей. И Нью-Йорк не просто отмечает, а отмечает парадом с верблюдами. За торжествами наблюдал наш корреспондент Анна Нельсон. Она в прямом эфире. Анна, я сразу должен предупредить, что мы можем прервать в любой момент это включение из-за Дональда Трампа. Но расскажи, пожалуйста, что за праздник такой. Парад только что закончился, но я могу сказать, что ничто уже, казалось, не может удивить коренных жителей Нью-Йорка на улицах города. Но верблюды, вышагивающие по Парк-авеню, это самый центр, или по Лексингтон-авеню, могут быть серьезным исключением. Чтобы было понятно, откуда здесь верблюды и почему они здесь обо всем по порядку. Пока одни жители Нью-Йорка, пока одни американцы сворачивают свои рождественские украшения в коробки и выбрасывают свои рождественские елки, другие только начинают отмечать свое главное торжество. На сей раз самая большая этническая группа из всех национальных меньшинств США, латиноамериканцы, отмечают традиционным парадом День Трех Королей. Главный их праздник, почитаемый даже больше, чем Рождество. Праздник отсылает нас к библейской истории. Считается, что в этот день три короля, или, как их принято называть в славянской традиции, волхвами, прибыли в Вифлеем на верблюдах, чтобы поклониться младенцу Иисусу и принести ему свои дары. Тысячи и тысячи нью-йоркцев наблюдали это 90-минутное шествие. Это очень яркое ритуальное зрелище. Его проводят в Нью-Йорке уже 42-й год подряд. По улицам несут гигантских кукол, идут танцоры на ходулях, маршируют оркестры и, конечно же, идут сами три короля. Их почетные роли каждый год исполняют какие-нибудь выдающиеся деятели общины. Ну и, конечно, в роли трех верблюдов были три верблюда. Они центр шествия и причина многих тревог. Каждый год организаторы опасаются, чтобы, например, не было заморозков, чтобы верблюды не могли поскользнуться. Но сегодня, к счастью, плюсовая температура и нет ни льда, ни снега. Послушных животных вели на веревке. Их привезли из заповедника в северной части штата Нью-Йорк, где содержат еще 20 их собратьев. Звери выглядели вполне счастливыми и вполне равнодушными к вспышкам фотокамер и довольно густому запаху лады, на который распространяли тут повсюду. Эти три красавца получили роль всей жизни благодаря благородному поведению. Верблюд по имени Тед принимает участие в параде уже 20 лет. Его приятель 10, а вот Габи третий год. Мы поручаем им эту миссию из-за их мягкого характера. Они спокойно переносят шумы гамм, многочисленных взрослых и детей и городскую архитектуру. Они хорошие животные, да. Они всем довольны. Иначе Байдот не стояла с ними. На этом параде были политики, были знаменитости, но охраняли здесь только верблюдов. Пятеро молодых людей, одетых во все черное, как агенты секретной службы, осматривали толпу на предмет опасности. Не подбрасывает ли кто-то верблюдам арахис? Не собирается ли какой-нибудь маленький ребенок броситься с объятиями к тощим верблюжьим ногам? Что я знаю о верблюдах? У них горб, они очень сильные и могут выжить без воды много дней. И волхвы приехали именно на них. Мне нравятся верблюды, они несут надежду, а еще они плюются. Они могут нам помочь пересечь пустыню, если нам нужна такая помощь. Мечтаю накормить их и взять домой, они миленькие. Надеюсь, у них хорошая жизнь, и они живут с радостью. Хочу, чтобы они остались тут с нами навсегда. Да, спонсоров у этого послания нет, но я хочу, чтобы они улыбались каждый день. Вот. В моих руках обыкновенная пустая коробка из-под обуви. Причем тут она? Да при том, что сегодня ночью все латиноамериканские дети положат под свои кровати, прежде чем пойти спать, вот точно такие же коробки, только набьют их сеном или травой, чтобы верблюды трех королей могли остановиться и такой пит-стоп, перекусить после долгого путешествия. Это сравнимо с традицией, когда дети оставляют Санта-Клаусу в канун Рождества молоко или печенье. И о чудо! Утром в этих коробках не окажется сено, они будут набиты сладостями, конфетами, орехами и маленькими подарками трех королей. Я уж не знаю, согласишься ли ты со мной, Рома, но тот факт, что латиноамериканские дети весь год пишут послания трем кораблям, пишут письма с просьбами об исполнении своей мечты, точно так же, как это делают русские разговорящие дети Деду Морозу, очень напоминает все время о том, что при всей нашей разнице мы не такие уж и разные, что живем мы в одном маленьком мире, лишь по-разному называя очень похожие вещи или явления. Совершенно чудная история. Спасибо, Анна Нельсон из Нью-Йорка о параде трех королей. Я даже жил в Нью-Йорке и никогда про это не слышал. Анне, спасибо. Кевин Харт все-таки, возможно, будет вести Оскар. Напомню, что в декабре комику пришлось отказаться от этого предложения из-за некоторых твитов десятилетней давности, но сейчас на защиту актеров стала телеведущая Эллен Дедженерис, которая несколько лет назад сама была ведущей церемонии. Все подробности у Карины Бафраджан. Карина? Да, привет, Рома. Эллен Дедженерис стала первой, кто позвал Харта на интервью после скандала с его гомофобными заявлениями. Комик вновь извинился за свои слова, но добавил, что все произошедшее считает умышленной атакой, целью которой была уничтожить всю его карьеру. Дедженерис, будучи открытой лесбиянкой и представителем ЛГБТ-сообщества, в свою очередь поддержала актера, сказав, не дай этим людям победить, проведи церемонию «Оскар». Она также добавила, что звонила представителям Академии с просьбой пересмотреть отношения к Харту. По ее словам, они сказали, был ведущим премии. Видимо, совсем скоро Академия должна будет выступить с официальным заявлением. Лувр стал самым посещаемым музеем мира. За 2018 год Главный музей Франции посетили более 10 миллионов человек. Это на 25% больше, чем в 2017 году. Как сообщил директор Лувра, Жан-Люк Мартинес, на сегодняшний день ни один музей мира не может похвастаться такими результатами. В достижении таких успехов он также поблагодарил Бьонсе и Джей-Зи. В прошлом году они записали в музей свой музыкальный клип, просмотры которого на YouTube перевалили за 147 миллионов. Это видео также помогло повысить интерес туристов к Лувру, который заметно спал после теракта в Париже в 2015 году. В Палм-Спрингс, штат Калифорния, стартовал 30-й международный кинофестиваль, который известен тем, что победители известны заранее и лауреатов начинают награждать в первый же день киносмотра. Глен Клоус получила награду «Икона». Правда, прессе актриса призналась, что выход на красную дорожку для нее всегда большой стресс. А вот другой лауреат фестиваля, актера Вига Мортенсен, представляющий свою последнюю картину «Зеленая книга», был совсем другого мнения. Это огромная честь. Я еще не получал наград на этом фестивале. Это потрясающе. Но что самое классное, так это то, что ты знаешь, что получишь премию. Тебе не приходится думать, что же случится. Гораздо меньше нервотрепки. Свою награду на фестивале получит и Брэдли Купер, как лучший режиссер, за картину «Звезда родилась», а также Тимоти Шеламе за главную роль в драме «Красивый мальчик». На Бродвее готовят новый мюзикл «Дневник памяти», адаптацию одноименного романа, который вышел в 1996 году и сразу же стал бестселлером. Еще более успешным, чем книга, получился фильм 2004 года с Райаном Гослингом и Рэйчел МакАдамс. Он до сих пор считается одной из самых популярных романтических драм американского кино. Так что подготовка к бродвейской постановке идет серьезно. Выяснилось, что работа над музыкальной частью началась еще год назад. Одним из продюсеров мюзикла станет автор романа Николас Паркс. Ну а самое главное, кто сыграет главные роли, пока держит в секрете. Роман. Да, спасибо, Карина. Я должен сказать, что мы продолжим эфир «Настоящего времени Америка» на дополнительное время, поскольку прямо сейчас мы получаем кадры с Дональдом Трампом, выходящим к журналистам. Я буду переводить. Я думаю, что мы перейдем к журналистам. Я думаю, что мы перейдем к журналистам. Я буду поговорить в секрете. Но сначала я думаю, что вы все видели невероятную статистику о росте количества мест, мест, статистику по рынку труда. Три сотни тысяч дополнительных рабочих мест было создано в американской экономике. Это многое говорит о состоянии экономики, о том, что многие компании возвращаются в Соединенные Штаты. Я не могу сказать, что это делает для других стран. Очевидно, Дональд Трамп сначала хочет говорить про экономическую статистику и говорить, что я хочу, чтобы люди помнили о нашем большом успехе, который мы добились, несмотря на плохие торговые договоры, которые существовали с другими странами. Я думаю, что мы, видимо, не дождемся сейчас заявления Дональда Трампа непосредственно о ситуации с шатдауном. Мы расскажем об этом в понедельник, учитывая, что все...